За последний год самый приятный комплимент, который я получала, звучал как От тебя идёт классная энергия Привет, мои хорошие! Я думаю, каждый из вас встречал в своей жизни человека, который по умолчанию излучал что-то завораживающее Такие люди буквально как магнит, и даже само их присутствие буквально меняет атмосферу вокруг Поэтому без длительных предисловий, сегодня будем говорить о магнетизме и приятного просмотра Дисклеймер Быть притягателем не равно пытаться нравиться всем Советы в этом видео это то, что помогло лично мне находить общий язык с абсолютно разными людьми Сначала о главном Привлекательность, притягательность Это на 100% выработанная человеком навыки и привычки То есть то, что полностью подвластно вам Это как иностранный язык Вы учите правила, учите грамматику, практикуетесь И со временем начинаете свободно говорить Но научиться плавать можно только плавая Так что всё в ваших руках За последний год я поняла, что абсолютно всех Неважно, в работе, в дружбе, в личных отношениях Объединяет одна вещь Это желание испытать чувства, что они важны Все люди по умолчанию тянутся к теплу Даже самые черствые и холодные И если вы проанализируете поведение любого привлекательного человека Вы заметите, что оно состоит из трех компонентов Это присутствие, сила и тепло Буквально недавно я читала книгу Дизраэля про выбор Великобритании Не спрашивайте Просто не спрашивайте И вот он писал, что выборы выиграли именно те Кто заставил людей почувствовать себя нужными и значимыми В общении всё работает точно так же Когда я была в подростковом возрасте И моя социопатия находилась буквально на пике У меня всегда при знакомстве с новыми людьми Возникало невероятное напряжение и мысли О чём мне с ними говорить? Что мне с ними обсуждать? И это всё доходило буквально до того, что у меня в голове был заготовлен список тем О которых мы можем поговорить Лайфхак на миллион Научитесь слушать и присутствовать То есть сейчас, когда я общаюсь с человеком Я полностью вовлечена в разговор От зрительного контакта до отсутствия моего поля зрения телефона И когда вы в следующий раз будете вести с кем-то беседу Хотя бы ради интереса проследите Насколько часто вы действительно слушаете человека И где вообще находятся ваши мысли Потому что на самом деле я стала находить это даже в дружбе Если ваш диалог строится только на рассказах о себе Если фразы «а я», «а у меня» мелькают буквально каждую минуту Маленький спойлер, но вы вряд ли действительно интересны друг другу И за этот год я на самом деле обрела очень много друзей, знакомых, близких мне по духу людей Просто за счет того, что я проявляла интерес и умела слушать Это создает невероятный комфорт и легкость К слову о легкости Никогда, ни при каких обстоятельствах Не пытайтесь кого-то целенаправленно заинтересовать Потому что как только вы вкладываете в голову такую мысль Вы уже создаете невероятное напряжение, что наоборот будет отталкивать Так вот, не пытайтесь на кого-то произвести впечатление Позвольте, наоборот, людям произвести впечатление на вас Сейчас я чувствую себя очень расслабленно, когда общаюсь с людьми И есть такой образ мышления И что? Ну и что? Вот, когда вы общаетесь с кем-либо и чувствуете напряжение Задавайте себе этот вопрос И что? Частая проблема замкнутых людей, которая была и у меня длительное время Я приходила вечером домой, и меня буквально сгрызали мысли А тут я рассказала очень много о себе А тут я сказала что-то не так Вот, один вопрос Ну и что? Когда человек напряжен, ему невероятно сложно открыться И беспокойство — это самый огромный блок энергии и харизмы Энергетика человека — это то, что чувствуется без слов И притягательный человек по своей сущности не может быть пустым Он постоянно наполнен Он постоянно в каком-то энергообмене Я думала об этом недавно и поняла, что основное условие, при котором человек наполняется Это расслабленное состояние Вот, когда ваша психика абсолютно не напряжена И если вы проанализируете большинство практик, медитаций, даже ведения тех же дневников Это все сделано для того, чтобы привести вас к ровному и расслабленному состоянию Один из самых быстрых методов попусту растрачивать свою энергию Это заниматься тем, что вам не нравится и не приносит удовольствия И если вы сейчас находитесь в поиске себя и нового хобби, которое можно превратить в полноценную профессию Советую обратить внимание на моушн-дизайн Это искусство на стыке творчества и технологий Он невероятно востребован и окружает нас буквально повсюду В интернете, в кино, на билбордах и даже на концертах мировых звезд Его используют на выставках, в компьютерных играх и на презентациях продукта А обучиться этой профессии может каждый из вас в онлайн-школе дизайна Contented На курсе моушн-дизайн с нуля до про Профессия открывает дверь в креативной индустрии Рекламу, игровую сферу, IT, телевидение, медиа и десятки других 80% обучения в Contented занимает практика И это совсем не то, как бы вы учились в школе Только настоящий реальный опыт Который позволит вам собрать сильное портфолио из 16 работ А сам курс позволяет освоить профессию даже новичкам 70% студентов осваивают курс с нуля По моему промокоду Локтионова у вас будет скидка на все тарифы обучения в 45% А в подарок вы получите модуль по нейросетям, которые помогут вам в освоении новой профессии Все приходит с опытом, а опыт приходит с Contented Чуть ли не ежедневно я делаю одно и то же упражнение Это как тренировка в зале, только для вашей головы и мышления Я буквально представляю себя магнитом Например, я длительное время нахожусь в тревожности Я буду притягивать людей и ситуации, которые будут это приумножать И знаете, многие говорят Вот у меня сейчас период черной полосы в жизни Но на самом деле мало кто задумывается, что это все Что вот эта череда событий может быть следствием какого-то длительного затянутого состояния Это очень здорово подбадривает быстро брать себя в руки Потому что когда я зависала в некой апатии Я понимала, что пока я в этом состоянии, я продолжаю притягивать последствия Мое внутреннее состояние равно ситуации и люди, которые будут появляться в моей жизни Это в буквальном смысле качество моей жизни Я часто смотрю Тетокс И в одном из роликов они делали эксперимент со стаканом воды Условно говоря, стакан с водой – это ваше состояние Как только в стакан попадает хоть капля грязи Вода становится мутной Так же и с вашим разумом Когда вы сконцентрированы на чем-то плохом Он становится затуманенным И чтобы вернуть воду в прежнее чистое состояние Нужно в стакан налить литр воды Вот прям лить и лить эту воду Пока вся эта муть не выльется за грани стакана Так же и с вашим разумом Что именно послужит для вас этим литром воды Решать только вам Молитвы, книги, медитации, дневники Что угодно Поговорим о человеческой теплоте Что это значит? В моем понимании теплый человек – это тот, кто проявляет желание положительно влиять на мир Во всех смыслах этого слова Я по умолчанию хочу, чтобы люди, которые присутствуют в моей жизни Которых я выбрала После встречи, после общения со мной Чувствовали себя лучше С таким настроем я отвечаю на сообщения С таким настроем я иду на встречи Даже когда я отвечаю на комментарии Я хочу, чтобы человек в ответ получил какое-то тепло Найдите то, что помогает вам чувствовать себя на миллион Какая-то прическа Определенный вид макияжа Стиль одежды Музыка, под которую вы собираетесь Вот прям конкретно задаваться вопросом В чем и когда я чувствую себя хорошо Какой внешний образ олицетворяет вас Какие цвета, какие ткани Я очень хорошо знаю образ, в котором я себе нравлюсь И весь свой гардероб я составляю по принципу В чем я чувствую себя уверенно В чем я чувствую себя хорошо Нравлюсь себе Не другим Поэтому я в который раз повторю Насколько важно соответствовать личным представлениям о себе Своему образу И самое главное знать его Ну, либо же хотя бы попытаться узнать Большая часть коммуникации происходит без слов Слова на самом деле составляют только 10% от общения 90% это язык жестов и интонация голоса И судя только по внешнему виду Мы уже можем определить, что человек чувствует Что он думает И чего боится И развивая в себе наблюдательские способности Вы сможете увидеть то, на что раньше просто Не обращали внимания Я оставлю в телеграмме список книг, которые позволят вам ознакомиться с языком тела Поэтому всегда добро пожаловать Отдельный пункт я хочу посвятить Растяжке, танцам Любому виду активности, который позволяет вам овладевать телом Возможно, кто-то подумает, что тело и так подвластно нам И мы способны контролировать все наши движения Но на самом деле, когда вы начинаете именно овладевать телом Вы замечаете, как много зажима в нем есть У меня, например, это была зона плеч и грудной отдел И когда я пришла первый раз на теннис Мой тренер был в шоке, насколько я зажата именно в этой области И танцы, йога, пилатес Это то, что меня в прямом смысле выравнивало Буквально расправляло Мы всю жизнь живем в одном теле, но мы слишком мало о нем знаем До момента, пока целенаправленно не займемся этим Я надеюсь, что вам откликнулся этот небольшой подкаст Я вас безумно люблю И увидимся совсем скоро Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...